Около 1200 ДТП произошло в Дагестане с начала этого года, погибших свыше 250 и раненых более 1600. Страшно то, что все чаще аварии происходят с участием детей. Сегодня, во Всемирный день памяти жертв ДТП, мы еще раз напомним, как важно соблюдать правила дорожного движения. На зеленый свет и по зебре, внимательно оглядываясь по сторонам, как правильно переходить дорогу, мы знаем с детства. Однако, все больше пешеходов перебегают дорогу в неположенном месте или не отрываются при переходе от экрана смартфона. Не отличаются внимательностью и водители. Все это подтверждает статистика. За 10 месяцев 2022 на дорогах пострадали более полутора тысяч человек. Погибли 254. Среди них немало детей. И эти цифры неуклонно растут. Чтобы обезопасить маленьких пешеходов в интернат для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, с познавательным уроком пришли инспекторы ГИБДД. Стоять на красном свете, на зеленом идти, а на желтом приготовиться. Посетили мероприятия и депутаты Народного собрания и Молодежного парламента республики. Они объяснили ребятам правила поведения пешеходов, пассажиров и водителей. Раздали детям светоотражающие браслеты, чтобы их было видно на дороге даже в темноте. Именно для этих детей очень важно внимание и поддержка наших депутатов, депутатов Молодежного парламента, чтобы дети брали пример, воспитывались правильно. Пришла пора проверить, как ребята усвоили урок. Сначала викторина для каждой команды на знание ПДД. С какого возраста можно получить водительские права? С наших депутатов! А дальше собрать и назвать дорожный знак, пробежать, обогнув препятствия. Такие интеллектуальные и подвижные игры позволят ребятам закрепить полученные знания. В День памяти жертв ДТП такие акции-флешмобы пройдут по всей республике. Вам Маслова, Махальбек Амариев, Алиса Гасангаджиева. Время новостей.